Ну вот, я приехала в Нижний, доехала до Кремля. К сожалению, что я забыла снять автостанцию Щербинки, но я думаю, что на обратном пути завтра я вам, конечно же, сниму. Так, это у нас площадь Минина и Пожарского. Сейчас я вам памятник сниму. Вот эта вот площадь, стены Кремля Мизогородского. Очень красиво здесь цветет сирень, просто невероятные ароматы. Для любителей сирени здесь, конечно, рай. И вот памятник. Возьми Минину, великому патриоту земли русской. Еще поделюсь информацией, вдруг кому-то окажется полезной. От автостанции Щербинки до Кремля, до площади Минина и Пожарского, можно доехать на автобусе 1 и на маршрутке Т4. Я ехала на автобусе 1, стоимость проезда по банкской карте 26 рублей. Здесь, кстати, вот такие вот все оранжевые автобусы, как раз снимаю вам. По банкской карте 26 рублей, по наличному расчету 28 рублей. Доехала я за 40 минут. Получается, от конечной станции до конечной. Территория Кремля. Всем привет! Добро пожаловать на канал Краски Праздника. Это видео снято в мае 2019 года. Это была ночь в музеях в городе Нижний Новгород. Я была, конечно, несказанно рада, что я смогла туда съездить, посмотреть. Здесь, на самом деле, очень насыщенная была программа в те дни, в те два дня удалось практически полгорода объездить, посмотреть многие-многие музеи. Очень, конечно, я была рада этому обстоятельству. И сейчас, находясь в условиях самоизоляции, я решила все-таки некоторые видео смонтировать и показать вам всю прелесть таких вот путешествий. Пусть даже это будет и пара дней. Но, на самом деле, это очень познавательно, очень интересно. И вот такие вот быстрые путешествия, они отчасти позволяют увидеть больше, нежели вы бы увидели, пробыв в этом городе, например, неделю. Итак, здесь у меня путешествие по территории Нижегородского Кремля. Снимаю вам всё, что понравилось мне в это время. Надеюсь, что вам также будут интересны эти кадры. Дмитриевская башня с 10 до 8, прогулка с 10 до 8, по стене, касса с 10 до 7. Решили посетить также Дмитриевскую башню Нижегородского Кремля. Эта башня считается самой старой в данном Кремле. Здесь что у нас? Посещение Кремлёвской стены в зимнее время организовано от Дмитриевской до часовой башни. 900 метров и обратно. Там схема Нижегородского Кремля. Прогулка по стене Дмитриевской башни. Зайдя на территорию Дмитриевской башни, здесь предлагались некоторые буклетики по ночи музеев. Конечно же, мы посмотрели, потому что здесь также удобно ориентироваться по территории самого Кремля, по тем башням, которые есть на территории. Здесь, естественно, есть магазинчик с сувенирной продукцией. Я обожаю эти магазины, обожаю смотреть сувениры, те, которые продаются именно в определенной области, в определенном городе. В принципе, по России они, наверное, отчасти одинаковые, но все равно какая-то своя изюминка городская все-таки есть. Также здесь на глаза попалась выставка фоторабот, работ, тоже насыщенные такие работы, очень интересные ракурсы встречаются, тоже с удовольствием полюбовались данными работами. И на территории Дмитриевской башни как раз-таки мы смогли попасть в музей. Я сейчас уже точно не скажу, как называется этот музей, но здесь представлены оружие нескольких веков, оно настолько разнообразное. И, конечно же, очень полезно посетить такой музей, и если вы человек увлеченный такими историческими экспонатами, то, конечно же, вам будет это очень интересно. Зайтись и посмотреть, детально изучить, и, конечно же, прочитать ту информацию, которая была непосредственно расположена около того или иного экспоната. Пистолет с ударно-кремниевым замком. Бердыши. Также здесь же, на этой же территории, нам удалось посетить музей войн. Здесь представлены всевозможные экспонаты от писем до формы. После музея войн мы прошли по кремлевской стене. Конечно же, нельзя не восхититься тем, как сохранилось все это до наших дней. Достаточно увлекательное. Я думаю, что детям также будет интересно пройтись по стене кремля. Плюс еще смотреть из окон, какие виды окружают Кремль. Очень красиво полюбоваться этими пейзажами. После того, как мы прогулялись по территории Нижегородского Кремля, посетили кремлевскую стену, прогулялись там, посмотрели на окрестности, что окружает кремлевские стены. Мы спустились на набережную, прогулялись уже там. Я подготовлю следующее видео. Не пропустите. Там, конечно же, тоже такие просторы, такая красота. Также там будет посещение музея. Тоже все это вам покажу, расскажу. Добро пожаловать. Приятного вам просмотра. Продолжение следует. Подписывайтесь на канал. Добра и бантиков! Продолжение следует...